А бывают ли такие души, которым ни в раю, ни в аду места нет? Бывают ли такие души, которым нет места ни в раю, ни в аду? Человек должен чувствовать себя всегда находящимся на полпути между адом и раем. Последний. Сделает одно доброе движение, попадает в мир раскрытия света, который называется рай, сделает неправильное движение внутри себя, то есть в своей борьбе между светом и тьмой, попадает в ад, то есть вскрытие Творца, вскрытие высшего мира. В такое состояние, когда и наш мир, и причем все плохое, ощущается в нем как пустота, как никчемность. Это и есть ад. Адом называется состояние отреченности, отторжения от духовного. Это тебя не варят в каком-то кипятке, в масле, там, сдирают кожу, там, что-то такое. Это имеется в виду духовное определение внутреннее. А есть какое-то состояние между адом и раем? Вот это состояние, которое человек должен всегда представлять себе, что он в нем находится, посередине. Одно движение вводит его в рай, одно движение вводит его в ад. Угрызение совести, ощущение стыда и так далее, это ад. И ощущение близости с Творцом, слияние с вечностью, с совершенством, это рай. Любой человек может ощущать это состояние? Конечно, для этого мы созданы в этом мире, дана нам точка в сердце, то есть потребность приподняться над этой жизнью для того, чтобы ощутить вот эту высшую.